Заволжские школьники до сих пор учатся в две смены. В сентябре 2017 в здании начальной школы лицея обрушилась несущая балка в зоне рекреации. Пострадавших не было. Как обстоят дела сейчас и какая требуется помощь, решил узнать временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский. Сегодня потолок приведен в вид такой, чтобы не было мусора и не было видно этого обрушения. Но на сегодняшний момент здание второго этажа начальной школы не эксплуатируется. Из-за того, что помещение закрыли, места для преподавания не осталось. В начальной школе 330 учеников. 168 из них учатся во вторую смену. Законом не запрещено, но учителя и психологи рекомендуют младшим классам заканчивать учебный день не позже 13.00. И когда они учатся во вторую смену, у них сдвигается, всем тяжело учить домашние задания, готовиться на следующий день к урокам. Тяжело ходить, тяжело, очень ходить темно, когда. Вообще у нас у всех биоритмы настроены на утренние часы. Мы утром лучше занимаемся. И поэтому малышам действительно трудно работать уже с двух часов. Конечно, удобнее нам работать в первую смену. Здание построено в 1951 году. Крыша здесь новенькая. А вот балки, как установила экспертиза, давно сгнили. По полученным данным, необходим капитальный ремонт, чердачных перекрытий и частичная замена крыши. Стоимость больше 6 миллионов рублей. Смотрите, мы деньги выделили, 5 миллионов 600 в этом году. Надо постараться успеть до организовать к учебному году. Тогда мы из двух смен возвращаемся в одну смену. Обязательно, да. Потому что у нас здесь функциональный этаж. В них все оборудованы. Их на первом, и втором. Автоматические рабочие места. Средства на ремонт предусмотрены в госпрограмме развития образования Ивановской области. Работы планируют начать этим летом. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Заволжск. Редактор субтитров А.Семкин